The concept of the kingdom of God is the first and original plan of God. Ефесианам 4 глава, 16 стих. Я не беру то, что выше я затрагивал, я хочу пойти дальше, у меня мысль пойдет как бы в одном направлении, которое я чувствую прямо вот заложить сегодня. Прежде всего, знаете, я знаю, что вы точно так в это время, особенно, видите много различных видео-информаций, и знаете, как что-то происходит, начинают люди доставать все пророчества, все-все-все, вот вытягивать, чтобы... С одной стороны, может, оно все правильно отрезвляет где-то нас. And so I know that recently especially we've seen a lot of videos and other things out in social media and other spheres, and all of a sudden we're finding things from the past of certain prophecies and etc. И никто ничего не отвергает. And there's nothing that we're rejecting. Я сейчас не говорю за ложное. Я сейчас говорю даже за то, что, как бы, то, что происходит в мире. And mind you, we're not talking about the false things, but we're just simply talking about the events that we see unfolding in the world. Слышите, верующие люди, все онлайн и все, кто здесь. And I want everyone, believers, I want you to hear this well. По какой-то причине for some reason мы больше внимания обращаем на происходящие вещи, for some reason we turn so much attention into things that are taking place, нежели на задачу, поставленную Богом для церкви. Вот услышьте меня. Еще раз повторяю. And I'm going to repeat this. Слишком много внимания на все, что происходит, нежели на задачи, поставленные Богом для церкви. Вот есть конкретные задачи, именно Богом, поставленные для церкви, где мы, как вроде бы, их не видим. Слышите внимательно. Зато все землетрясения, потрясения, экономики. Все замечаем. В строках Писания. Но мы при всем этом не замечаем, что есть конкретно поставленные цели для нас. Знаешь, ты встаешь утром, и ты ехать надо на работу. Тебе нужно конкретно приехать в конкретную точку. And you know you have a certain destination that you need to get to. А на улице дождь лупит. Гром гремит. Молния. There's lightning. И там, знаете, что-то прорвало. Там что-то льется. Something is breaking apart everywhere else. Но ты понимаешь прекрасно, что у тебя есть четко цели, тебе надо добираться. But you clearly understand that you have a goal where you need to get to. Ты же не приезжаешь, говоришь, боссу не звони. Говоришь, знаешь, дождь на улице, я, наверное, не поеду на работу. You don't actually call your boss and say, you know what, it's raining outside, I'm not going to come to work. К чему это говорю? Друзья, услышьте, вот все здесь. Why am I sharing this? And I want you to hear this well. Такое ощущение, как мы не видим той задачи, поставленной Богом для нас. It's almost as if today we lack seeing the task God has assigned to us. Но все происходящее мы замечаем. But all the events unfolding, we make sure to notice. Давайте я задам один вопрос. Let me ask you this question, then. Устышьте меня. And I want you to hear this. Когда мы видим, что Божье хотение, Божья воля, чтобы люди спаслись, когда мы видим, что будет проповедано Невальное Царство и Воссредительство всем народам, оно будет проповедано, неважно твоего мнения, оно будет проповедано. И тогда придет конец. Мы понимаем, что вся воля Божья связана со всем телом. Все тело связано со всеми нами. И у меня один вопрос. Как вы думаете, мог ли Бог поставить задачи для нас невыполнимые? Вот давайте откровенно просто подумаем. Мог ли Бог нам поставить задачи, заранее зная, что ее невозможно выполнить? Knowing full well that we would never be able to fulfill them. Второй вопрос. Then the second question follows. Как вы думаете, Бог создал церковь для поражения или для победы? Did God create the church for defeat or for victory? Think with me. Создавал ли Бог церковь Did God create the church for her to be weak and lowly and limping and unable and defeated? Создавал ли Бог вот такую церковь? Is this the church that God created? Вот создал ее и думает, а? Посмотрим, что с вами будет вообще. For example, it's as if he created and then he's like, well, we'll see what happens. Бог не создавал церковь для поражения. Бог создавал церковь для победы. Церковь — это самая сильная или самая высшая власть, подставленная на земле, которая дана властью. Церковь будет определять будущее. Церковь не создана для поражения. Почему же у нас такой менталитет? Мы даем все кредиты злу, когда тьма не может преобладать над светом. Это свет преобладает над тьмой. Если Бог видит церковь славной, в 5 главе Ефеси нам описано, значит, церковь, она будет функционировать в своем полном потенциале. Чтобы церковь функционировала в своем полном потенциале, Бог будет иметь дело с правлением церкви. Но чтобы церковь функционировала в своем полном потенциале, Бог будет работать над лидерством в церковь. Это то, что я думал. Даже Сири соглашается, друзья. Даже Сири соглашает. Это очень серьезно. Это что-то серьезное. Камни возопьют. Если мы понимаем, что церковь будет функционировать в полном потенциале, Бог имеет дело с правлением церкви. Если мы понимаем, что церковь будет функционировать в своем полном потенциале, то значит, что Бог будет работать над лидерством. Хорошо. Идем к Ефеси нам 4 главу 16 стиха. Из которого все тело. Скажите, все тело. Я в прошлый раз попросил всех нас задумываться. От каждой локальной церкви ко всем поместным церквам в целом составляющие тело. По всему лицу земли. Составляемое, смотрите, составляемое, составляемое, совокупляемое. Joined and held together. Собраны и соединены, скреплены, если можно, так выразиться, посредством всяких взаимно скрепляющих связей. При действии, скажите, при действии. Не прихождение, а при действии. При действии в свою меру каждого члена. Получает приращение. Если какой-то член не действует, не может быть приращения. Для созидания самого себя в любви. Хорошо, мы много к этому тексту возвращаемся. Идем дальше. Апостол Павел, смотрите, что говорит. Сейчас следите, куда мы пойдем все. Поэтому я говорю и заклинаю Господом. Представьте, что это за выражение. Заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы. По суетности ума своего. Будучи помрачены в разуме. Смотрите, он предупреждает. То есть, есть опасность оказаться там. Если на это не обращать внимания, ты даже не замечаешь, как ты начинаешь соображаться с этим веком. Помрачения в разуме отчуждены. Скажите, отчуждены. От жизни Божьей. Слушайте внимательно. Знаете, о чем это говорится? То, что ты проживаешь на земле, еще не обозначает, что ты живешь жизнью Божьей. То есть, смотрите, он говорит сегодня к церкви. Он говорит в этом тексте, конкретно к церкви. Он говорит в тело. Что есть жизнь вне тела. Жизнь вне тела, она связана с тем, что люди осуетены в разуме. Когда человек, он живет суетой этого мира или века. В нем меняются все ценности, все приоритеты. Он даже сам не понимает, как он приходит в состояние, когда сердце ожесточено. Он видит только себя, для своей интересы. Это состояние, оно отделяет людей от жизни в Боге. И мы часто думаем, что это такой страшный текст, он относится к кому-то где-то там. К большому сожалению. Если мы не увидим важность и силу быть частью тела. Божьего тела. Чтобы в нем функционировать. Чтобы найти себя в нем. Чтобы функционировать в своем предназначении. Я могу иметь вид, будто жив, но внутри я мертв, я соединен от жизни. не буду. Я могу иметь вид, как будто я жив, но внутри я был ориентирован от жизни Бога и я мертв. Жизнь Бога связана с волей Божьей. С волей Бога. Иисус говорит, пища моя есть творить волю Отца, пославшего меня, совершить дело. Меня это сильно пугает. Пугает, что сегодня множество людей отсоедены реально от жизни Божьей и они даже на это не обращают внимания. Это можно увидеть, это можно дать симптомы этому. Я просто не хочу сейчас тратить на это время. По причине их невежества, скажите невежество, то есть люди в русском написано невежество, как незнание, в английском ignorance, как они игнорируют вещами. Сто процентов. Смотрите, чем я связываю эти два текста. Я в переводах можно увидеть глубже это значение. Одно и второе, оно взаимосвязано. Мы настолько привыкли к статусу, к состоянию. Вот сейчас услышите меня. Душа, ты помоги мне. Слушайте внимательно. Мы настолько привыкли к этой церковной формальности. мы не идем, мы, не собираемся, как собрание святых, с мыслью, чтобы выйти снаряженным, чтобы выйти к делу, которому Бог предназначил меня. Многие служители даже не ставят эту цель. цель, понимаете, что даже вот эта вся церковная формальность, я сейчас такой духовный интертеймент. То есть классная духовная программа. Воскресная. Где ты подстраиваешь, чтобы все было классно. Проповедь была хорошая. Не в том, чтобы проповедь снарядила человека. Чтобы слово больше понравилось человеку. То есть просто чтобы оно понравилось. Классная мысль. Хорошая проба. Но все то, что говорилось, ты просто проигнорировал. Когда ты не настроен снаряжаться, тогда ты просто слушаешь, игнорирует. Многие вещи звучат, но просто люди их игнорируют. А почему? Потому что человек не живет мыслью, чтобы исполнять свое предназначение. Он живет жизнью исполнять свое прихождение или хождение. Они живут их жизнь в том, чтобы получить этот чек-марк вы же поймите, что когда ты ходишь и ты занимаешься в колледже, к примеру, ты хочешь стать доктором. Ты туда не приходишь просто игнорировать информацию. Ты себя приносишь туда, наклоняешь, открываешься, посвящаешь время, мысли, настрой твой. ты коллекционируешь информацию внутри себя слагая это. Ты собираешь информацию внутри себя внутри себя. для того, чтобы твой внутренний мир изменился, твое мышление изменилось. Чтобы ты понимал, что тебе делать, как тебе делать. Представьте себе, если церковь ответ этому миру. Ответ этому миру. ответ этому миру. Реально. Ответ этому миру Иисус. Да, через церковь. Я сейчас не говорю просто церковь, знаете, как формальность, просто люди приходят на воскресное богослужение. Я сейчас говорю на самом деле как тело. Тело, предействие в свою меру каждого. The body, each joint that is working properly. Я постоянно говорю, когда вы откройте церковь? Когда вы откройте церковь? I'm constantly asked this question, when are you guys going to open a church? When are you going to open a church? Мы не хотим открыть церковь, мы хотим стать церковью. And my response is this, we don't want to open a church, we want to become the church. Когда ты церковь, тебе не надо кричать, что ты открытый. Что-то произошло с нами. Что-то с нами произошло. Мы не имеем права игнорировать информацию, которая снаряжает нас на дело. Понимаете? Поэтому люди, они не сидят с тем, чтобы принимать каждую мысль, чтобы понимать, насколько она важна тебе в твоем деле. Если бы мы жили этой мыслью, и мы вообще как бы пытались стать тем, кем мы должны стать. мы не приходим послушать, мы пребываем в образе учения, мы пребываем в этом. Мы пребываем в образе учения, которое реформирует нашу жизнь. Чтобы быть соединен с жизнью Божьей на этой земле. будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества, ожесточения сердца. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытым ностью. 20-й сих. Но вы не так познали Христа. Но вы не так познали Христа. Теперь смотрите, потому что вы слышали о Нем, это одна сторона, дальше написано, в Нем научились. Речь идет о том, что люди, до того, как они пришли ко Христу, слыша о Нем, но после того, как ты принял Его, теперь ты в Нем научаешься, так как истина в Иисусе. 22-й сих. Отложить прежний образ жизни. Скажите образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. 23-й сих. А обновиться духом ума вашего. Для чего? И облечься в нового человека. Созданного по Богу в праведности и святости истины. created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Watch this. Но обновиться духом ума. Для чего? И облечься в нового человека. То есть, прямо одеться в нового человека. Понимаете, что Бог, когда он смотрит на свое тело, он видит нового человека, он смотрит на нового человека. Он смотрит и видит нового человека. В новом человеке нет ни Иудея, ни Елена, ни раба несвободного, ни женского, ни мужского пола. Это новый человек. Новое творение. У меня вопрос. Вот ты был старое творение. Вот, скажем, до того, как ты принял Христа. В тех же самых штанах. В той же рубашке. Те же самые щюзы. То же самое тело. Та же самая окантовочка, бородочка, все нормально. И вдруг он стал новым творением. Новым человеком. В Иисусе. Во Христе Иисусе. У меня вопрос. Как это выглядит? Чем оно связано? Ведь это тоже человек, сидит передо мной. В чем же новый человек? В чем же суть этого нового человека? Весь с виду ничего не изменилось? То же самое тело. Новый человек связан с образом мышления. Павла, будите, пожалуйста. Не спите, вы улетаете. Слушайте внимательно. Чем связан новый человек? И я хочу услышать эту вопрос. Что это такое облечься в нового человека? Что это значит облечься в нового человека? Одеться в нового человека? Как оно? Как это применить? Как оно в моей жизни работает? Как это работа между этой кафедрой и людьми, которые сидят? Облечься в нового человека? Который создан по образу уже Бога. Этот образ уничтожил дьявол. После третьей главы бытия. Иисус пришел и восстановил этот образ. Из-за боев сделал одного человека. Нового человека. Мы новое творение. Мы отложили ветхий образ жизни. Где мы его отложили? Это образ мышления. И мы оделись в нового человека. Что это такое? Это образ мышления. Обновление духа ума. Обновленный разум. Вот почему так много времени мы придаем обновлению духа ума. Потому что это связано с новым человеком. Созданный по образу Божьему. Что это за новый человек? В нем твой настоящий статус. Что за статус? Сын Божий. Дочь Божья. Новый человек. Сыновство. Восстановленное сыновство. Сын Божьем. Сын Божьем. Если сказать такую значит general фразой. Фразой. Это мощно. Но вы род избранный. царственное священство. Народ святой. Люди взятые в удел. Для чего? Вот смотрите, что меня волнует. What's bothering me? So much. Все, присядьте, успокойтесь. Услышьте мысли. Мы постоянно как-то, знаете, с кафедры постоянно как-то звучит как вроде бы люди постоянно незрелые, постоянно несовершенные. Вот здесь люди, понимаете? Вот здесь все знают. You know, sometimes it seems like from the pulpit what's voiced is everyone out there just isn't quite mature. Everyone out there just isn't quite grown or isn't quite ready. But up here, they're the people. And the things that we're sharing on tonight this is something that's so serious. We can joke about it until we stand before God. Перед тем, кому мы дадим отчет. When we stand before the one that we give an account to. Это серьезно. And it's something that's so serious. Я когда стою за кафедрой, я говорю, давайте вместе мыслить. And when I stand up here at this pulpit, I invite us to think all together. Давайте расти. Let's actually grow together. Давайте будем вот сюда наклонять себя. Let's posture ourselves in this direction. Я сам себе то же самое говорю. Я хочу вместе с вами расти. And I preach this to myself because I want to grow along with you. Я понимаю, что есть разница даже в моей жизни между откровениями и моей персональной жизнью. And I even understand this, that there is a difference in my life between the revelations I receive and my everyday life. Есть разница между познанием, которое мне дает Дух Святой и моей практикой. And there's a difference I see between the revelation and knowledge that Holy Spirit gives to me and my practice of it. Я скажу честно, мне это не нравится. Я хочу расти. And I say this in all honesty, I don't like these things about me. Я хочу изменяться. I want to grow. I want to change. I want to be truly real. Я хочу видеть это в моей жизни. I want to see this in my life. Я хочу, чтобы люди, которые доверяют Бог, они не чувствовали себя недостойными. Где-то, знаете, постоянно под каким-то контролем кого-то. You know, the people that God is entrusting to me, I don't want them to have any sense that they're under some sort of control or they're unworthy in any way. Меня вопрос, когда служители, мы, начнем видеть не просто людей, которые ничего не понимают, ничего не знают, а соработников в Царстве Божьем. My question is this. When will we, as ministers, stop seeing people that don't know anything and lack knowledge about everything but actually begin seeing them as co-workers and co-laborers. Понимаете, контролировать всегда легче, чем управлять. You know, understand this, to control is so much easier and it's always easier rather than leading. Когда ты людей видишь ниже себя, ты ими контролируешь. But when you see people below you, you control them. Но когда ты видишь людей зрелыми, ты начинаешь с ними соработничать, управлять. But when you see people who are mature, you begin to co-labor and co-work with them. Хватит думать, что уже никто ничего не знает и не понимает. Люди понимают больше, чем мы представляем. Enough of this thinking that people don't know anything or don't understand anything because people as a whole understand a lot more than we give them credit for. Вы же понимаете, что апостол Павел использует аллегорию. Он использует аллегорию тела. Члены. Мы тело Христа. Мы are the body of Christ. Но мы должны прийти в статус, где ты себя видишь царственным священством. But we need to enter into a status where you see yourself as a royal priesthood. Где ты свободно живешь без пастора. Where you can live freely without a pastor. Без пророка, без апостола. Without a prophet, without an apostle. В ежедневной твоей жизни. Your everyday life. Они не уходят в сторону. They don't get removed to the side. Они не уходят из церкви. They don't get removed from the church. Они поставлены для того, чтобы управлять. They have been placed in order to lead and to guide. Но я верю, что Бог поставляет служителей снарядить так человека. Чтобы он не был постоянно зависим от кого-то. Чтобы он понимал, что ему делать со своей жизнью. Когда нету пасторя, нет пророка, нет апостола, нет евангелиста. Когда ты понимаешь свою миссию на земле. Когда ты понимаешь свою миссию на земле. Свой статус. Ты понимаешь свой статус. Понимаете, мы настолько привязали людей к себе. Потому что так выгодно. Это всегда выгодно контролировать всем. Я это осознанно говорю. Я себе это говорю. Это опасное состояние. Люди Божьи. Когда ты знаешь, кто ты в Иисусе. Ты не боишься. Не боишься потерять вот этот контроль. Наоборот, ты ищешь это потерять. Ты хочешь видеть, что люди привязаны с Иисусом. И когда люди это тоже ощущают. Я буду в следующее воскресенье объяснять это глубже, этот момент сам. Когда люди видят, что ты не ищешь своего. Они наоборот открываются. Они наоборот хотят. Есть сила в настоящей благодати Бога. Мы должны доверяться благодати больше, чем своей харизме, своим способностям. Благодать, научающая нас. Что это за состояние, когда человек, вот, взять, если вот, не аллегорию, а уже зрелое состояние людей, царственное священство, я просто раз говорил, власть и каждому свое дело. Власть, она связана с царством. Дело связано с священством. Когда тебе дана власть, чтобы служить. И вот написано, что Он сделал нас этим царственным священством для того, чтобы возвещать. Есть предназначение этому всему. Возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свет. Это состояние, в котором мы должны быть, приходить в этом статусе, ходить, жить, проживать. Хорошо. В основе жизни, в основе жизни каждого человека, в основе каждого человека, есть три предназначения. Запишите их, пожалуйста. Серьезно. Вот в основе жизни есть три предназначения. Это в целом для тела. Как церковь. Но ты есть им церковь. То есть, это как в целом, так и лично в твоей жизни. Лично в твоей жизни есть три основных цели. Или три основных главных предназначения. Первое предназначение, оно внутреннее. Второе – внешнее. И третье – вечное. Внутреннее, внешнее и вечно. Одно вытекает в другое. Если это убрать местами, мы породим, как это правильно сказать, породим неправильный образ. Одно вытекает в другое. Ты не можешь убрать местами. Оно все взаимосвязано. Внутреннее, внешнее, вечное. Внутреннее, внешнее, вечное. В этом суть жизни. Суть каждого человека, который на этой земле. Внутреннее, внешнее, вечное. Его невозможно разорвать. Оно не связано только с сезоном. Оно связано со всей твоей жизнью. Когда я говорю со всей твоей жизнью, я не имею в виду только твое пребывание на земле. Ты вечная личность. Внутреннее, внешнее, вечное. Очень быстро. Внутреннее предназначение. Римлянам, восьмая глава, 29-й сих. Сегодня, Father's Day, особенно я обращаюсь ко всем папам, ко всем служителям. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть, быть, быть подобными, быть подобными, не называться, а быть подобными, образу Сына Своего. Дабы Он был первородным между многими братьями. Представьте за состояние, подобие образа Сына. И я хочу выразить такую ситуацию, где вы подразились или подобными образами. Образ обозначает Мы возвращаемся с образами. Быть подобными образу Сына. Образ обозначает природа. То есть, когда мы говорим о внутреннем предназначении, это постоянное преображение. Я могу это гарантировать. Я могу это смело сказать. Что если бы мы преследовали прежде всего постоянно внутреннего предназначения, сегодня бы христианство не страдало. не было бы поносимо. Я сейчас говорю поносимо, когда мы даем повод ищущим поводом. И когда я говорю о быть мокг я говорю о нас позволяющих или презентив место для этого мокг к случаю. Есть сюда крайность. Вот в этом внутреннем предназначении крайности нет. Но в этой внутренней предназначении нет экстреми. Я объясню это. Это же постоянное преображение в образе Иисуса. Когда ты игнорируешь внутренним предназначением и делаешь ставку только на внешнее предназначение ты порождаешь модель без сути. Понимаете? Ты порождаешь систему света без соли. Одно вытекает в другое. И вот это внутреннее предназначение которое связано с преображением. Это не просто первый год твоего христианства. Это все твое христианство. Слово христианина слово хрестоподобие. То есть это не просто ты искал Господа ты пребывал с Ним первый год твоего служения. Он и альфа он и омега. Вы должны понять что он все во всем. Вот это внутреннее преображение должно стать целью самой главной лично для тебя. И эта внутренняя трансформация needs to become the main purpose for you personally. Смотрите твое внешнее предназначение связано с призванием. Оно связано с людьми. Но преображение оно связано с тобою. Преображение нужно тебе. Твое внешнее призвание нужно людям. Твое внешнее призвание нужно людям. Вот почему зачастую для людей служение стало их Богом. В этом опасность. Потому что мы игнорируем внутренним предназначением. Внутреннее предназначение связано со всей твоей жизнью. Мы постоянно должны об этом думать. Мы постоянно должны это преследовать. Не просто видимого служения. Кто я? Вижу ли я перемены? Видят ли во мне дети перемены? Видит во мне жена мои перемены? Прогрессирую ли я или нет внутри? Когда я не оправдую свои плохие черты характера? Когда я не закрываю глаза на те вещи которые должны быть изменены в моей жизни? Но когда я как в зеркале смотрю на него позволяю ему просвещать всю мою внутренность и позволяю его превратить и восхищать мою внутренность личность сегодня многие называются отцами но очень мало отцов то что ты нарожал детей это не говорит что ты отец где ребенок на самом деле скажет папа от близких отношений это постоянный процесс ты всегда будешь настоящим ты никогда не будешь переживать что люди будут думать о тебе когда ты преследуешь внутреннее предназначение вся суть христианства там теперь слушайте мысли очень важные когда ты игнорируешь вот этим внутренним преображением для тебя служение Богу станет как хобби одно из частей твоей жизни но чем больше ты постоянно в преображении тем сильнее ты видишь что служение Богу это вся твоя жизнь это не воскресная программа это не поездки миссионерские это весь твой образ жизни ты начинаешь себя видеть Его взглядом ты в этом преображении изменяется образ мышления ты одет в нового человека это сам Иисус ты в нем когда Отец смотрит на тебя он видит Его ты в нем второе в этой сфере Галатам первая глава 15 стих когда же Бог избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей благоволил открыть во мне скажите во мне сына своего зачем чтобы я благовествовал его язычников я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью что это значит просто у меня нет времени сейчас с плотскими ценностями с плотскими приоритетами смотрите в чем сама суть что когда Бог благоволил через него открыть сына то есть это преображение то это связано с благовестием мы же должны увидеть что благовестие это не миссионерские поездки это образ нашей жизни где люди начинают видеть в нас то что на них влияет он говорит что когда Бог захотел открыть во мне сына чтобы я благовествовал услышьте мысль мою тело 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 вернется к благовестию через преображение ты не можешь это утаить для тебя это должно стать повседневной жизнью там где ты находишься с людьми что люди видят в нас что они видят или мы просто советуемся с плотью и кровью вы же поймите что благовестие оно происходит естественным образом тебе не надо из себя надувать никого когда с тобой соприкасаются люди они не соприкасаются с пастором с евангелистом они этого не знают они соприкасаются с личностью что-то личность отображает поймите что преображение связано с влиянием благовестия благовестие вернется люди будут свидетельствовать об Иисусе а как ты говоришь человеку пойди расскажите об Иисусе а он пустой какой Иисус у него машина в голове у него байки в голове у него трак в голове у него бизнес в голове какой Иисус мы их не можем вытолкнуть всех давайте будем говорить об Иисусе о каком Иисусе я не живу им я вот в своем преображении вы же поймите что когда мы реально преследуем эту внутреннюю цель мы даже не будем напрягаться благовестие будет естественным образом остальные два это результат я их просто быстро скажу и мы будем молиться Ефесина 2 глава 5 стих написано и нас мертвых по преступлениям оживотворился Христом Благодатью вы спасены и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе обновленный разум вон там в этой позиции у Иисусе и вот с этой позиции дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе ибо благодатью вы спасены через веру сияние от вас Божий дар не отдел чтобы никто не хвалился ибо мы Его творение Его творение созданы во Христе Иисусе речь идет о новом человеке созданы во Христе Иисусе на что? на добрые дела которые Бог предназначил нам исполнять есть конкретная работа Божья которая должна сделана быть на этой земле он предназначил нас к этому здесь уже предействует свою меру каждого предействует свою меру каждого но оно результат понимаете мы не можем люди сейчас говорят я не знаю что мне делать потому что мы не можем избежать процесс внутреннего преображения оно все взаимосвязано ты даже не увидишь что чем сильнее ты в нем преображаешься ты становишься посланником ты начинаешь примерять людей с Богом ты уже в его деле ты будешь видеть как Дух Святой с которым ты соединяешься постоянно начинает направлять тебя чем сильнее преображение тем яснее его голос тем ярче его взгляд ты даже сам не можешь дать понимание как оно вытекает во внешнее и ты начинаешь действовать уже во внешнее но когда ты начинаешь уже функционировать в видимом мире мы должны придерживаться вечных ценностей которые сохраняют всю нашу жизнь я скользко сегодня объясняю слушайте постоянное внутреннее преображение определит какое будет внешнее предназначение и внешнее предназначение определит твое вечное предназначение дело в том что чем сильнее ты мера исполнения Божьей воли здесь на земле определит уровень славы твоей в небесах еще раз повторю мера мера послушания Богу здесь на земле определяет уровень славы на небесах когда мы начинаем уже функционировать во внешнем оно происходит естественно чем сильнее ты постоянно с ним преображаешь ты начинаешь переносить просто плоды и люди тянутся к плодам твоя жизнь становится ответом людям твоя жизнь становится ответом и ты даже не придавал тому значению как оно все само за собой зацепляется там позвонил тому сказал всем пообщался а Дух Святой работает ты не понимаешь что ты начинаешь передавать это людям люди начинают изменяться в видимом мире начинаются явные плоды быть но когда этот комок набирает обороты если у нас не будет вечного взгляда эти видимые вещи могут потерять нас даже служение Богу вот почему я говорю оно настолько все взаимосвязано его нельзя убрать местами нельзя убрать местами я так говорю со смиренным сердцем искренне я не верю что знаете многие люди которые попадали сегодня я больше чем уверен что на каком-то этапе жизни они перестали придавать значение внутреннему предназначению изменению внутри когда видимое захватило когда видимо тебя захватило и у тебя нету преображения постоянного ты не будешь двигаться вечными ценностями знаете почему потому что вечность не впереди тебя вечность она внутри тебя 1 Тимофея последний мой сих 6-6 1 Тимоте 6-6 великое приобретение быть благочестивым и довольным а ведь это образ мышления это образ мышления не в том плане что там сейчас плохо когда у тебя много вы же знаете что сегодня у людей есть очень много даже успеха в служении они все равно недовольны это же образ мышления это связано с преображением великое приобретение быть благочестивым и довольным ибо мы ничего не принесли в мир явно что ничего не можем вынести из него а если мы таким взглядом видим то мы начинаем понимать что все что видим о мире оно дано для чего-то понимаете что теперь если ты смотришь вот этой прослойкой ты ничего не принес ты ничего не заберешь значит все что видим о мире оно тебе дано для чего-то имея пропитание и одежду будем довольны тем а желающие богащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные вредные похоти которые погружают людей в бедствие и в погубу не в богатстве проблема вообще это когда ты не знаешь для чего тебе дано когда ты не знаешь предназначения в своей жизни ты видишь только себя и вот там начинается проблема когда ты не имеешь предназначения от бога или не понимаешь это предназначение ты имеешь предназначение не понимаешь это ты будешь видеть себя а для чего ты отсюда возрождается мысль о том что человеку постоянно хочется больше потому что он думает что это все для него ему постоянно мало вот там проблема в зародыши вот обогащаться вредные похоти которые погружают людей в бедствую пагу ибо корень всех зол есть сребролюбие лава в мании сребролюбие которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подверили многим скорбям знаете о ком здесь говорится о людям которые были в вере это были люди веры то есть это все что я перечислил очень быстро каждый из нас если мы не будем на страже мы можем попасть в это состояние он говорит что люди были верой они уклонились от веры ты же человек божий скажите человек божий ты же человек божий убегай этого убегай чего этого образа мышления драгоценного преуспевай в правде благочестие вере любви терпении кротости подвизайся добрым подвигам веры fight the good fight of the faith держись в вечной жизни take hold of the eternal life take hold of the eternal life которой ты призван to which you were called держись в вечной жизни take hold of the eternal life to which you were called я верю искренне что если мы хотим быть вот в этом состоянии в состоянии этой зрелости царственного священства в сыновстве то что я сейчас бегло сказал оно является основой этого всего основой первое я хотел бы чтобы мы реально все вот прям согласились самим собою с Богом сами собою с Богом приняли решение что я постоянно буду позволять Богу изменять меня не важно в каком я статусе я остаюсь человеком апостол ты пророк евангелист пастор ты сын Божий чем сильнее ты позволяешь изменяться Богу изменять тебя тем сильнее ты утверждаешь свой видимый статус помните апостол Павел говорит делайте твердым ваши звания они просто поколебимые делайте твердым ваши звания во Христе Иисусе с чем это связано с внутренним состоянием человека нет оправданий да нет вокруг меня виноватых позволяй Богу изменять тебя постоянно я ставлю себе это за принцип я говорил однажды Бог мне сказал так ясно что я хочу это оставить на всю свою жизнь Он мне сказал если ты хочешь чтобы твоя жизнь повлияла в этом видимом мире позволь мне постоянно изменять тебя тебя изменять тебя изменять за это боролся апостол Павел когда я слежу его жизнь я серьезно говорю прослеживая его жизнь он реально боролся за это состояние сегодня мы говорим да короче что там не нравится не нравится давай он боролся чтобы его жизнь никогда не послужила поводом кому-то он реально боролся ты не ешь мясо я с тобой не буду есть мясо я буду с тобой соглашаться то есть этот человек реально не давал оправдания ничему он говорит я всем должен когда сегодня в современном христианстве мы говорим я никому ничего не должен знаете почему потому что в современном христианстве не придается сильнейшее значение преображению я обращаюсь ко всем кто будет меня смотреть абсолютно ко всем мы должны постоянно давать Богу место изменять нашу жизнь преображаясь в нового человека в образ Божий чтобы потом внешнее призвание носило правильный образ носило основание люди сегодня за каждую чепуху обижаются клеветаж споры осуждение превозношение гордыня брет аж не знаешь с какой стороны вылезет смиренные только за кафедрой вот здесь такие все смиренные а потом смотришь ради денег готовы продать все даже Господа что-то должно измениться с нами друзья серьезно говорю я ко всем нам обращаюсь ко всем камеру обращаюсь что-то должно с нами измениться реально у меня ревность внутри у меня крик духа внутри сегодня люди вылетают церквей потому что есть огромнейшая разница людьми которые вот здесь стоят и их личной жизнью просите нас всех которые соблазнились я от лица служителей прошу просите нас я это в своей жизни замечаю вот поэтому не хочу этого не боюсь об этом говорить я этого не стесняюсь и я не хочу чтобы я щил Бога устами моя жизнь была далека от него великий проповедник большой апостол чем сильнее мы преображаемся тем сильнее Бог будет утверждать наше звание мы должны понимать что есть всему начало есть ему конец большого начала должны быть вечной ценности ты не делаешь это ради денег ты не делаешь это ради славы ты не делаешь это ради людей ты делаешь это ради того кто призвал тебя ты им живешь ты им дышишь ты о нем думаешь ты в него преображаешься ты с ним ты в нем если бы сегодня мы так сильно я сейчас говорю за всех служителей за нас за всех если бы мы реально преследовали постоянно преображение мы бы так мало говорили о фальше измени нас Дух Святой дай нам этот образ мышления дай нам этот образ мышления дай нам понять эти ценности дай нам эти приоритеты дай нам прям увидеть эти приоритеты чтобы твоя церковь твой дом он возрастал чтобы больше и больше становилось реально зрелых людей которые видят не себя которые не советовались с плотью и кровью которые постоянно в процессе преображения умирали для себя и жили для тебя взяв крест идя за тобой following after you Дух Святой помоги нам пусть это не будет только в речах пусть не будет игнорирования в этом в этой команде в этом служении Боже я прошу чтобы никто не игнорировал чтобы наши сердца не ожесточились чтобы наш разум не осуетился не заметив что мы стали очуждены от жизни Божьей мы этого не хотим мы хотим еще сильнее превращаться мы хотим еще сильнее изменяться мы хотим еще сильнее отдавать себя мы еще хотим быть сильнее в вечных ценностях Боже я молюсь чтобы благовестие стало образом жизни в церкви чтобы люди которые с нами соприкасаются они реально могли видеть в нас тебя так как люди узнавали в апостолах они узнавали что они были с Иисусом Боже пусть это состояние возвратится чтобы благовестие стало образом жизни церкви чтобы благовестие вернулось Боже в образ жизни церкви во имя Иисуса Христа чтобы мы видели это как жизнь нашу а не просто миссионерские поездки или отдельные программы Боже помоги нам быть в этом состоянии во имя Иисуса Христа мы молимся друг за друга я молюсь сегодня за основу в семьях за отцов за мужей помоги нам изменяться Отец дай нам смиренно мудрее дай нам Господь сердца чистые для того чтобы мы своей жизнью могли влиять во имя Иисуса Христа Боже я прошу чтобы это состояние было в этом служении чтобы мы перестали наигрывать чтобы мы возненавидели лицемерие чтобы мы возненавидели беззаконие и возлюбили правду возлюбили правду возлюбили правду и возненавидели беззаконие возлюбили правду и возненавидели беззаконие во имя Иисуса Христа омой нас кровью своей очисть наши сердца пусть придет ненависть к обидам пусть придет ненависть к клевете пусть придет ненависть к гордыне к надменности к зависти к походе пусть придет ненависть Дух Святой мы отдаемся тебе о преображай нас изменяй нас сделай нас славными сделай нас славными во имя Иисуса Христа в Иисуса Христа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Послушайте все, друзья Я просто хотел бы, чтобы эти мысли, они становились в основу Чем сильнее Бог утверждает твой статус Тем сильнее ты должен понимать важность преображения и смирения пред Богом Чем сильнее у тебя получается что-то Тем сильнее ты нуждаешься в постоянном преображении Тем сильнее Бог сам возвысит твою жизнь Не переживай, как возвысить себя, это не твое дело Переживай, как умоляться Вот там твоя работа Возвышать себя, это не твоя работа А сегодня люди, чтобы возвысить себя, готовы на все угодное Поэтому вроде бы обложка есть, а влияния нет Мы должны переживать, как умоляться перед Богом Написано, возвышение не от востока, не от запада Бог одного опускает, другого возвышает Для того, чтобы возвысить, надо, чтобы ты был внизу Опускайся в своих глазах Смиряйся в своих глазах Чтобы Бог мог возвысить Потому что когда ты сильно высоко в своих глазах Бог может только понизить Но когда ты видишь себя О, Иисус Спасибо тебе за Сына Твоего Который показал нам пример Он опустился С небес Это кому-то пророческое слово Спустись с небес Стань доступной для человека Стань доступной для людей Спустись с кафедры Пойди к людям Стань настоящим Иисус показал нам пример Оставил славу небу Смирил себя И был послушным В восьмой главе от Луки мы читаем Что ходил Иисус по городам, селениям Проповедуя благоветство Евангелия Царства И были женщины, которые служили своим имением Ему И там написано И многие другие То есть их было немало Они суппортировали ту миссию Или то посланничество Или то видение, которое Иисус распространял на этой земле Они стали частью этого И они все сделали со своей стороны Для того, чтобы Иисус, в свою очередь Выполнял его функцию Или его роль Тот же самый Иисус, который начал это на этой земле Он сказал в 24 главе Послания от Матфея В 14 стихе Что и будет проповедано Евангелие Царства Во свидетельство всем народам До края земли И это то, что поручено нам теперь завершить Или закончить то, что Иисус начал И дьявол четко понимает Что единственное, как можно наносить урон И всячески останавливать проповедь Евангелие Царства Это лимитировать суппорт Это все сделать для того, чтобы Это послание, это видение Оно было ограничено ресурсами Поэтому, друзья мои Я хочу обратиться ко всем вам Если это служение благословляет вас Все проповеди, все послания Все, что Бог поручил нам делать Чтобы мы распространили Евангелие Царства По всему лицу земли Я сегодня обращаюсь к вам Чтобы вы стали частью этой миссии Частью этого видения И могли каждый месяц Суппортировать это служение Любой суммой Оно помогает нам Не останавливаться И распространять ту миссию Которую Иисус начал на этой земле Станьте месячным партнером И мы вместе с вами Будем совершать Божью работу На этой земле Я благословляю вас Субтитры сделал DimaTorzok